Харьковский болельщик Болельщиков мне очень понравилось. Конечно, стадион не был забит до отказа, но, по крайней мере, стадион приветствовал, поддерживал команду. И это все-таки приятнее играть, чем при полупустых трибунах. Болельщики Харьковы, я могу сказать, что они сами летят в Украине. И это не только я говорю, и все знают, что Харьков любят футбол. И, конечно, ко мне очень хорошие относятся. И всегда относили. Очень-очень доволен, как всегда. Болельщик, я повторяю, в Украине, скажем так, лучший. Было в составе нашей команды два представителя металлиста – Марка Дэвич и Эдмар. Для бразильца с украинским паспортом этот матч стал дебютным в футболке главной команды страны. Такие поединки в жизни любого футболиста – воспоминания на всю жизнь. Поэтому, и несмотря на то, что Эдмар вышел на 73-й минуте, после матча его переполняли эмоции. Конечно, я сам говорил в интервью перед игрой, что сам факт, что вызовы сборной, я уже очень рад. Для меня еще все новое, значит, вот это первые вызовы для меня. Конечно, я буду работать, чтобы вызовы, но это не от меня зависит тоже. Еще один игрок металлиста Марка Дэвич на поле провел все 90 минут и, по мнению многих, был лучшим игроком матча. Нападающий Харьковского клуба и в отборе мяча участвовал, и острые передачи отдавал, и завершать стороне партнеров пытался. Честно говоря, был активен или нет, но жалко, что, прежде всего, команда проиграла. Самодача, скажем так, была неплохая. Остается жалко за этим моментом, первым таймингом, который я не успел забить. А так, в общем, не знаю, вроде все играли вроде неплохо, моменты создавали, боролись. Увы, но уже в добавленное время гостям удалось забить довольно спорный мяч. Таким образом, сборная Украины потерпела обидное поражение, первое в истории Украины шведского противостояния.